На месте этого дома еще год назад были Тарзанка, Качели, мини-детская площадка, где развлекалась местная детвора. Солнце, свежий воздух радовались родители. Да и следить жителям улицы Меридианной за тем, где играют дети, было проще. Но буквально за три месяца здесь возвели коттедж. Мы за детей были спокойны, они у нас играли на виду. Вот теперь, как Екатерина сказала, о городу поставим, мы их не видим теперь, дороги нет, им не покататься. И прям застройщик вышел и сказал, ваши дети будут теперь в своем игре играть, и пусть сюда даже не вылазят. Разрушили наше развлечение. То есть раньше за дорогой, прямо перед домом наших соседей, висели две качели. Мы на них качались очень долго. То есть один на одной, один на другой. Лишили нас всего этого удовольствия и игр этих всех. Но это не единственная проблема, которая возникла из-за недавно построенного коттеджа. Застройщик, освобождая место для фундамента, повредил несколько зеленых насаждений. Жители переживают за березовую рощу, которую, по их словам, и вовсе скоро вырубят. Согласно генплану застройки поселка, на улице должны построить еще семь домов, как раз на участке с деревьями. А значит, переживают жители, их придется спиливать. Мы просили, чтобы оставили березовую рощу, как бы парковые зоны, хотя бы для детей. Потому что действительно наши дети бегают на дороге, они играют на дороге. И мы боимся... А законно ли вообще строительство на территории березового леса? Жители обратились в прокуратуру с жалобой на нарушение земельного законодательства. Ответ оказался не в их пользу. Застройка северной части улицы Меридианной на момент распределения земельных участков не противоречила требованиям действующего законодательства, поскольку данная территория к землям лесного фонда не относится. Расположенные в пределах участков зеленые насаждения не имеют специального статуса. Но проблемы из-за строительства дома номер 6 по улице Меридианная все-таки есть. Строительная техника разрушила дорогу, которую жители за свой счет отсыпали гравием. Восстанавливать покрытие застройщик Александр Пономарев не собирается. В комментарии нашей съемочной группе он отказал. Кроме того, нынешнего собственника дома уличили в незаконном подключении к водопроводу. Житель дома по адресу Меридианная 6 не является абонентом Барнаульского водоканала. В сентябре прошлого года специалисты составили акт о незаконном подключении к сети данного жителя и ликвидировали незаконную врезку. За выдачу технических условий на законное присоединение к сетям владелец данного дома водоканал не обращался. Важно отметить, земельный участок, на котором располагается здание, размежеван таким образом, что на его территории находится колодец, который обслуживается Барнаульским водоканалом. Это затрудняет и обслуживание сетей. В случае аварии подобраться к колодцу будет проблематично. Почему участки нарезали таким образом, что коммуникации оказались на закрытой территории, непонятно. Мы отправили запрос в администрацию Власихи. О результатах сообщим в ближайших выпусках. Яна Аксенова, Николай Шелко. Наши новости.